Ну, начнем из-за границы, как говорилось в одном фильме новости, из-за. Так вот, помните историю с отстранением командующего Центрального военного округа генерала Лапина, который был отстранен от исполнения обязанностей Путиным, лично Путиным, после резких высказываний или критики, где его обозвали, по-моему, бездарью, обозвал его Пригожин, поддержал его Кадыров, или наоборот, кто-то из них. Но не важно, важно, что Пригожин переговорил с Путиным, Путин отстранил. Сейчас стало известно, что генерал Лапин, сославшись на состояние здоровья, да, официально он отстранен от исполнения обязанностей командующего Центральным военным округом, соответственно, его отстранили от командования группой армии Центр, который он командовал на территории Украины, и его отправили в трехнедельный отпуск для официального, он находится сейчас в трехнедельном отпуске, якобы для поправки здоровья. Так вот, на его место назначен генерал Линьков, исполняющим обязанности командующего Центральным военным округом. Генерал Линьков, в принципе, о нем очень мало, что известно. Он генерал-майор, но он начальник организационного мобилизационного управления. То есть, он мобист, он не боевой генерал. И, кстати, если мне не изменяет память, это именно тот генерал, которого тоже хотели уволить, отстраняли от исполнения обязанностей, когда в первые месяцы войны он провалил кадровую работу по подписанию контрактов для отправки контрактников в Украину на восполнение потерь тем войскам, которые воюют. Тогда Центральный военный округ отличился, по-моему, это в марте месяце было, отличился тем, что не выполнил план по поставке контрактников для вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в так называемой специальной военной операции, как они называют войну против Украины. Ну, посмотрим, что мобист на самом боевом округе сможет сделать. Интересна, кстати, также судьба сына Лапина. Сын Лапина, командир 1-го танкового полка, который понес сумасшедшие потери под Киевом, полк был практически весь разгромлен, а папа вручил своему сыну орден замужества. Ну, правда, Путин тоже Лапину вручил героя России, в июне месяце, по-моему, за успешное наступление на востоке Украины. А вот теперь он в опале и ушел в отпуск поправить здоровье. Знаете, как говорится в поговорке, как побитая собака ушел зализывать раны. Ну, посмотрим, чем это закончится. Следующую новость, которую хотелось бы отметить, очень интересная. 4 ноября, то бишь вчера, в республике Польши начались учения ПУМА-22, являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы, или Вышеградской четверки, ее так еще называют. Кроме подразделений стран Вышеградской четверки, в учениях принимают участие подразделения союзников из Великобритании и Соединенных Штатов. Основным исполнителем учений является 21-я отдельная горно-стрелковая бригада, но к участию в учениях привлекаются также другие подразделения из состава 18-й отдельной механизированной дивизии. В маневрах принимают участие около 2000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Учения будут продолжаться до 9 ноября. В них принимают участие военнослужащие из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Это, в принципе, и есть Вышеградская четверка. А также находящиеся на Подкарпатье союзники Соединенных Штатов и Великобритании. В связи с ситуацией на нашей восточной границе. Вот так дает пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии войска польского. Дает такую оценку информации. Точнее, не проведение, а одну из причин проведения этих учений. Параллельно с учениями ПУМА-22, о которых я вам только что рассказал, которые являются тактическими учениями с войсками. То есть, это вот эти войска, 2000 военнослужащих и 300 единиц техники, они отрабатывают вопросы тактики. То есть, это действия на поле боя основных огневых подразделений. Батальон, рота-батальон. Они отрабатывают практически на местности те или иные задачи. Судячи с того, что в связи с ситуацией на востоке Украины, значит, они отрабатывают именно те вопросы, которые они видят на поле боя у нас в Украине. Они пытаются осваивать новые методики и разрабатывать эти новые методики на основе опыта боевых действий, которые набираем мы с вами в борьбе с российскими оккупантами. Так вот, параллельным учениям ПУМА-22, которые тактически, как я сказал, проходят командно-штабные учения Система-22, Гепард-22, ИСАН-22. Именно командование и штабы отрабатывают решения по поводу того, что будет происходить на театре боевых действий. То есть, это уже на ранг выше учения, это штабные учения, где командиры и офицеры штабов тренируются принимать решения на основе разведданных и оценки обстановки. Скажу так, что вполне допускаю, и, скорее всего, так оно и есть, ну, как бы из собственного опыта, что, как правило, для исходной обстановки, для проведения таких командных штабных учений берется из военных конфликтов, которые были вот только что, или до сих пор происходят. У нас военный конфликт. Вполне вероятно, что они отыгрывают ситуации согласно той обстановке, которая сегодня сложилась у нас на линии фронта. И вполне возможно, что варианты решений, которые будут выработаны офицерами этих штабов, будут предложены в том числе и нашему генеральному штабу для реализации на линии фронта. Так что мы еще можем от этих учений выиграть, получить очень ценную и довольно полезную для нас информацию. Следующая новость. В Иране наконец-то подтвердили поставки беспилотников в Россию. Но очень хитро подтвердили. Они не стали признаваться, что они их поставляют. Они сказали, ну как-то же надо оправдать, откуда у России иранские беспилотники. Так вот, Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран снабжал Москву беспилотниками в небольших количествах еще до начала полномасштабной войны в Украине. То, что поставки беспилотников происходят сейчас, Иран продолжает опровергать. Ну, то есть небольшие количества, 400 штук, которые были запущены по территории Украины, вот это они считают небольшие количества. Интересно, что они будут считать большим количеством этих беспилотников. Вчера состоялся обмен пленными. 19 пограничников вернулись домой. Ну, вы знаете, я уже говорил вам, не устану повторять, потому что это очень приятная для нас новость, очень важная. На мой взгляд, лед тронулся, и российское командование на среднем уровне, то есть здесь это командиры бригад, командующие, точнее, командующие армиями, командующими группы армий, скорее всего, дают добро на обмен пленными, может быть, даже не уведомляя об этом генеральный штаб. Понимая, какая ситуация складывает на фронтах, видите, когда у нас были огромные проблемы, мы отступали и оборонялись, никто с нами не хотел даже разговаривать об обмене пленных. И для нас это была огромнейшая проблема. Сейчас, когда мы переходим в контрнаступление, с нами разговаривают, и пленными меняются. Да, мало, там 107 было, 52, сейчас 19. Здесь, кстати, пограничников вернули домой. Так что, ну, я думаю, что лед тронулся, и в этом плане стоит ожидать дальнейших обменов, возможно, даже с увеличением числа военнослужащих, которые будут входить в тот или иной обмен военнопленными. Ну, помните новость о том, что на усиление 6-го флота США, то есть в Средиземноморье идет американский авианосец, ну, он сам никогда не ходит, потому что авианосец это очень большая, будем так говорить, мишень, и легкая мишень, потому что он огромный. Поэтому он ходит во главе авиационно-ударной группы. Так вот, авиационно-ударная группа во главе с авианосцем Джордж Буш-старший прибыл, бросил якорь в сплите Хорватия. То есть он прибыл в Средиземное море, с ним авиационно-корабли сопровождения, эта группа может насчитывать до 50 боевых кораблей и суден обеспечения. Вот такое подспорье пришло 6-му флоту США и настолько усилилась группировка американских войск в Средиземном море. Также вместе со 101-й воздушно-десантной дивизией США, расположенной сейчас в Румынии, помните, да, мы с вами об этом говорили, что же она там делает, все задавались вопросом, в Юго-Восточной Европе сконцентрировалось приличное количество огневого могущества Соединенных Штатов и их союзников. Также на усиление, вот это вообще оказалось таким неожиданным сюрпризом, потому что если мы, авианосец, мы все ждали, об этом говорили все газеты, что он идет на усиление группировки американских войск в Средиземном море, то вот, например, атомная подводная лодка Ходе Исланд зашла в Средиземное море. Это необычная подводная лодка. Помните, два дня назад Российская Федерация хвасталась, что подводная лодка судного дня Белгород, которая там может нести Посейдоны, вышла в море, ее все потеряли. Не верьте этому ни одной минуты. Подводную лодку нельзя потерять в акватории Мирового океана, особенно имея спутниковую разведку. Спутниковую и авиационную разведку. Морскую разведку имеется в виду. Поэтому, да, россияне пусть похвастаются, что лодка судного дня. А здесь без помпы, без пафоса, тихо, спокойно, бах, и нам объявляют, что атомная подводная лодка зашла в Средиземное море, американская атомная подводная лодка. На минутку. Это ракетоносец, который имеет на борту 24 межконтинентальные ракеты Trident 2. То есть, фактически, это плавучая стартовая площадка межконтинентальных баллистических ракет. Дальность спуска этих ракет может достигать 18 тысяч километров. Скорость ракеты 29 тысяч километров в час. То есть, это гиперзвуковая ракета, которая может покрыть любую точку земного шара. Это аналогом таких ракет Российская Федерация пугает весь мир. Что у них там есть Ярсы, Воеводы, там, Сарматы, который в единственном экземпляре, построенный в лаборатории, уже улетел, кстати. Ждем сейчас второго, который научно-исследовательское и научно-производственное объединение попробует сделать для продолжения испытаний. То есть, первый пуск был пробный, вот сейчас начнутся какие-то испытания, если они смогут эти ракеты выкатывать. А тут пришла лодка с 24-мя вот такими ракетами. Следующая новость, не совсем радостная для нас, очень напрягающая, в том плане, что я вам рассказывал про Северную Корею, которая по оценкам американской разведки может начать поставки боеприпасов Российской Федерации, что для нас не совсем хорошо. И я вам говорю, что у России и Северной Кореи примерно 100 километров общей границы, и там есть железнодорожная ветка. Так вот, видите, оказался прав. В Россию прибыл первый поезд из Северной Кореи на фоне сообщений о поставках вооружений. Рейтерс сообщает нам об этом. Северная Корея закрыла единственное наземное сообщение между странами в феврале 2020 года, то есть два года назад, во время пандемии COVID-19. Но теперь сообщение заработало снова. Так что, может быть, железная дорога используется для поставок боеприпасов, которые есть у Северной Кореи. Откуда берет их Северная Корея? Ну, надо будет... Я тогда высказывал свое мнение, что было бы неплохо, чтобы западные разведки немножко поковырялись в этом вопросе. И выяснили, откуда такая. Из... Ну, видите, новости чередуются. Есть не очень хорошие, есть очень хорошие, приятные. Например, Укроборонпром. Я буду только очень рад, если это соответствует действительности. И что... Ну, написано так интересно, Укроборонпром наладил производство 122-х и 152-х миллиметровых снарядов к советским системам, артиллерийским системам, которые есть на вооружении в вооруженных силах Украины. Для нас это очень важно. Вы знаете, что у нас голод снарядный, особенно для советских систем. Склады горели. Пять складов, крупных складов и арсеналов мы сожгли за 8 лет между первым и вторым этапом этой огромной войны. Но вот теперь... Но министр обороны Резников говорит, что новые артиллерийские снаряды для советских систем уже прошли испытания, сообщил министр обороны Резников. Вот даже здесь нестыковка, почему я говорю, что новость в принципе хорошая, но дай бог, чтобы она быстро была воплощена в жизнь. Потому что Укроборонпром, говорит, наладил производство, а Резников говорит, что снаряды прошли испытания. Подождем немножко результатов и узнаем о наших военных, появились ли на фронте отечественного образца снаряды 22-го года выпуска. На полигонах Белоруссии, кроме самолетов МиГ-31К и контейнеров, где предварительно находятся ракеты «Кинжал», появились палатки с российскими военными. Большое количество российских военных и их техники видно на спутниковых снимках на полигонах под Барановичами, Осиповичами и Видебском. То есть, это вся южная часть Белоруссии. Это то, что я вам говорил в начале, что, скорее всего, продолжается накопление, подготовка к приему большего числа военнослужащих, в основном мобилизованных, и туда же могут направляться мобилизованные и в Белоруссии военно обязанные, о которых говорил Лукашенко. Далее, вооруженные силы Украины, вот это тоже очень, даже, я бы сказал, не то, что тревожное, а критическое новое для нас. Вооруженные силы Украины потеряли связь с 1300 терминалами Starlink от компании SpaceX. Предположительно, они были отключены за неуплату, сообщает CNN. Ну, это не просто критически, это, я бы сказал, на уровне диверсии. Почему? Потому что оставить войска без связи, а у нас основная связь, я так понимаю, лежит на Starlink, среди вооруженных силах Украины, это уже можно рассматривать как диверсию со стороны тех, кто не своевременно заплатил за абонентскую плату за использование этих терминалов. Как выясняется, чем дальше, как говорится, в лес, тем толще партизаны, так вот выясняется, что Starlink никакой не бесплатный, за него надо было платить. И там сумма долга уже в разных источниках мелькает порядка 20 миллионов долларов. Поэтому очень бы хотелось услышать от официальных лиц наших, особенно Офиса Президента, он, как у нас, главный руководящий орган страны, услышать пояснение, почему войска могут остаться без связи, что может привести к катастрофическим последствиям на фронте. Ну и как бы в условиях военного положения пора бы уже называть фамилии, кто виноват. Как говорил в свое время Лаврентий Павлович Берия, каждая проблема имеет фамилию, имя, отчество. Так вот, надо уже, наверное, называть эти фамилии, имя, отчество и начинать привлекать к ответственности. Как так получилось, что армия может оказаться, а в любой момент может оказаться без связи. Пока... Еще одна новость на посошок из Соединенных Штатов Америки, такая в себе, я бы сказал бы, двойственная. И хорошая, и плохая. Плохая в том, что пока республиканцы грозятся оставить Украину без копейки военно-технической помощи. Лидер республиканского большинства или претендующая на эту должность женщина, баллотирующаяся в Конгресс, заявила, что как только они получат контроль над Конгрессом, Украина не получит ни копейки. Кстати, в этом отношении, если вы помните, мы в сентябре месяце говорили о том, что Джо Байден тогда внес в Конгресс законопроект о выделении 12,6 миллиардов долларов Украине, и сейчас в декабре, в ноябре-декабре месяце Конгресс, еще старый Конгресс, тот, который сегодня работает. Новый Конгресс, кстати, после выбора 8-го числа, то есть через 3 дня, а Новый Конгресс приступит к исполнению обязанностей в январе 23-го года. До этого они будут проходить процедуру оформления, принятия присяги, документы и прочее, и формирование самого Конгресса и так далее. Так вот, до января работает старый Конгресс. Так вот, сейчас, ноябрь-декабрь, Конгресс должен проголосовать закон о выделении, по-моему, 50 миллиардов долларов на военно-техническую помощь Украине. Как считают в Белом доме, этого должно хватить на весь 2023 год для обеспечения хода боевых действий вооруженными силами Украины против российских оккупантов. И уже тогда, неважно, дадут нам деньги республиканцы, не дадут нам деньги республиканцы, этот закон обратной силы не имеет. Если он будет проголосован, мы будем получать эти деньги согласно проголосованного закона. Кстати, это к разговору о том, что кто же больше дает нам военно-технической помощи, республиканцы или демократы. Республиканцы, кстати, тоже не первое заявление, они заявляют, что Украина не получит никаких денег. Особенно сторонники Дональда Трампа в этом плане очень жесткие в своей позиции, что никакой помощи... Ну, а Трамп, вы знаете, он всегда называл Путина хорошим парнем и говорил, что его надо слушать, этого хорошего парня, и очень сетовал, что Конгресс ему не дает... Тогда большинство было у демократов в Конгрессе, и Конгресс ему не давал никак пообщаться с Путиным и решить все проблемы, в том числе и американские. Он хотел решать через Путина. Так вот, а вторая половина этой новости более приятная для нас, потому что пока республиканцы грозятся решить нас финансирование военно-технического, то пока что демократическое большинство в Конгрессе США выделяет нам дополнительный пакет помощи. То есть это внеочередной дополнительный пакет помощи в размере 400 миллионов долларов. Этот пакет помощи включает в себя системы ПВО-ХАЛК. Довольно хорошая система среднего радиуса действия, тоже является противоракетной и может помочь нам закрыть... Ну, любая система, плюс еще одна система ПВО, она помогает нам. Мы потихонечку, знаете, как пазл складываем, закрываем наше небо. Также этот пакет включает 45 танков Т-72. Значит, там звучала цифра 90. Я объясню, да, танков будет 90. Пока что идет 45. 45 это передают нам чехи готовые танки. Это танки, которые модернизированы уже чехами ближе сюда к стандартам НАТО. То есть это довольно неплохой вариант, 72-ки. И еще 45 танков сейчас начинает модернизировать Великобритания. И потом передадут, после того, как они пройдут модернизацию, там говорится, что это конец ноября, декабрь месяц, мы получим еще 45 таких же танков Т-72. Пока что 45. 250 бронетранспортеров М11-17. Впервые мы получаем такие бронетранспортеры. Так что, кстати, довольно неплохой бронетранспортер. Формула колесная 4х4 у него. Неплохо вооружен. 40-мм гранатомет и два пулемета. Один крупного калибра, второй чуть-чуть. А второй, по-моему, 12,7 мм. 40 бронекартеров мы получаем. И 1100 дронов Фонекс Шост. Фонекс Шост. Что такое дроны Фонекс Шост? Это 1100 дронов. Это новейшая разработка. Он в апреле текущего года принят на вооружение. Этот дрон. Это продолжение линейки Свич Блейда. Помните, да, мы говорили про Свич Блейд. Сначала нам дали 300-ку. Это противопехотный, осколочный был боеприпас на Свич Блейде. Но он показал слабую сторону преодоления российских систем радиоэлектронной борьбы. Они его давили. Потом была передача партии Свич Блейд 600. К сожалению, пока нет данных, как он показал себя на линии фронта. А вот сейчас нам дают 1100 вот этих Фонекс Шост. Фонекс Шост. Этот дрон тоже может нести три вида заряда. То есть минирование, осколочный и кумулятивный заряд для борьбы. В общем он предназначен для борьбы с среднебронированными объектами. Дальность у него характеристики такие же, точно как у Свич Блейда. То есть дальность у него там до 40 километров. В воздухе до 6 часов может находиться. Имеет оптическую, оптико-электронную, инфракрасную, головные части. То есть может применяться и ночью, может видеть в темноте. И может вести разведку. Пока висит в воздухе, оператор имеет возможность выбора цели и соответственно ее поражения. До 6 часов и 40 километров по дальности. Бронеобъекты, да, поражают. Верхнюю полусферу танка, да, поражают. Средний бронированный объект. Верхняя полусфера танка. Мангал, который варят на танки. Белорусы сейчас начали варить на свои танки. Вот эти решетки сверху на башню. Башню же не переделаешь. А в районе люков самая тонкая броня. Люки сами тоже очень тонкие. Плюс кормовой отсек, где находятся решетки охлаждения радиатора двигателя и воздухозаборники самого двигателя. Там тоже броню не переделаешь. Она довольно тонкая. На этих решетках. Поэтому то, что они наваривают, и мы называем это мангалом сверху решетки, они от этих дронов не спасают. Редактор субтитров А.Семкин